МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов и сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире открылся вовремя и работает в штатном режиме. Для сохранения правопорядка на участках находятся сотрудники МЧС и МВД. Выборы проходят под присмотром наблюдателей, которые прошли обучение. Отмечу, многие из них работники сферы образования. Прозрачность процедуры голосования контролируется не только общественниками, но и видеокамерами. Выборы организованы на базе БОУСОЖ номер 3 имени Сергеенко. Работают 9 членов комиссии. Присутствуют наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов, МЧС. Выборы организованы строго в соответствии с законодательством. Я прошла обучение, и сейчас мы наблюдаем за голосованием, чтобы оно было чистым и прозрачным. Помимо голосования, непосредственно на самом участке жители Калмыкии примут участие в выборах с помощью выездных бригад. На данный момент фиксируется голосование вне помещения. Накопим определенное количество людей, поэтому голосовать на дому. То есть маломобильным гражданам, которые, допустим, на данный момент не могут прийти на участки. Продолжает работу Центр видеонаблюдения оригинального штаба общественных наблюдателей. Он располагается по адресу город Элиста, улица Пушкина, 11. В режиме прямой трансляции наблюдатели могут следить за легитимностью избирательного процесса. Также штаб открыт для всех граждан. Любой желающий может посетить его. Структура пункта позволяет своевременно и быстро реагировать на все нарушения в работе избирательной кампании. Находящиеся в штабе могут вести наблюдения как в режиме онлайн, так и посмотреть сделанную с видеокамеры запись с участка, где был зафиксирован какой-то инцидент. На 14.30 штабом общественного наблюдения за голосованием не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны УИК. Соответственно, пока работа идет в штатном режиме, и мы продолжаем нашу работу, как я уже говорил, в течение дня до 20.00 мы будем уже непосредственно наблюдать за процедурой, процессом голосования. И следует отметить тот факт, что это впервые у нас в республике. Центр видеонаблюдения, наш штаб будет работать 24 часа. То есть мы круглосуточно будем смотреть уже и после закрытия УИКов, и любой желающий республика, соответственно, может прийти и включиться в нашу работу. Также мы приглашаем и представителей политических партий подключиться к нашей работе. Глава Калмыкии Бату Хасико вручил ключи дольщикам многоквартирного дома номер 50 в 9 микрорайоне Элисты. Ранее они оказались в сложной ситуации, так как застройщик начал строительство дома, не имея на это разрешения. Проблему решили благодаря наблюдательному совету Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Я вам желаю это успешно завершить, чтобы дольщики все без исключения получили ключи и уже поселились в своих квартирах. Соответственно, чтобы все-все-все было в соответствии. Мы видим, что все очень достойно, очень красиво. Данный район города еще более преобразился. Дом уже достроен и готов к сдаче. Примечательно, что здание уже имеет специальные конструкции для климатических систем. Сейчас жильцы планируют как расположить мебель в новой квартире. Мы сегодня получили ключи от нашей долгожданной квартиры. Мы долго ждали этого момента с 2015 года. Мы очень рады, что построили такой замечательный, красивый дом. Здесь имеется замечательная детская площадка, да, доча очень понравилась. Мы очень рады. Мне понравился там вид в окно, там красиво прям так. Еще мне понравились два балкона, красивые. Мы покупали, конечно, для сына. Сын у нас погиб в Украине. Но квартира достанется его детям. Дом красивый. Мы довольны. Глава Калмыкии вручил инвалидные коляски с электроприставками параспортсменам-воспитанникам республиканской спортивной адаптивной школы. Кроме того, руководитель республики вручил ключи от комфортабельного автобуса творческому коллективу «Калымгосфилармонии» имени Манджиева. Оба проекта реализованы в рамках благотворительной программы Каспийского трубопроводного консорциума в Калмыкии в 2023 году. Напомню, в апреле прошлого года глава региона Батухасиков и генеральный директор КТКР Николай Горбань подписали соглашение о сотрудничестве. В документе было указано в рамках договоренности КТК направить на реализацию благотворительных проектов республики около 100 миллионов рублей. Внутри республики важно, чтобы коллективы могли передвигаться, делиться эмоциями, позитивом, творчеством, наследием с нашими землями. Сейчас в стране развивается мультивный туризм. То есть огромный поток туристов на юг России приезжает, и другие регионы. И здорово, что наши коллективы смогут участвовать во всех самых важных и ярких мероприятиях. При этом не просто участвовать, а чувствовать себя достойно. То есть понимать, что они нужны обществу, чтобы общество их также благодарит. И вот эту миссию выполняет Каспийский трубопроводный консорциум. За это им огромное спасибо. В этом году консорциум в соответствии с соглашением продолжил поддержку социально значимых сфер жизни Калмыкии. Проекты уже реализуются, в ближайшее время ожидается поставка спецтехники. Компания не только занимается своей производственной деятельностью, но и один из важнейших приоритетов – это поддержка регионов, где мы работаем. И, конечно, особое отношение у нас с Калмыкией. Это начало радостных событий, которые будут в этом году, потому что достаточно обширная программа благотворительной поддержки различных сфер жизни. Вот сегодня мы передаем автобус. И чем отличается Калмыкия? Отличается не только тем, что здесь уникальный климат, степи, но самое главное – любви и потрясающая культура. Прокуратура Целиного района организовала проверку по факту смертельного дружно-транспортного происшествия на автодороге Р-22 Каспий. Водитель автомобиля Киа Соренто, двигая с севера на юг и не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем марки КАМАЗ. В результате ДТП погиб малолетний ребенок, есть пострадавший. В целях координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Целиного района Ирина Бадмаева. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура района взят на контроль ход проверки по факту указанного ДТП, проводимой органами полиции. Сотрудники регионального управления Росельхознадзора досмотрели и оформили на экспорт в Исламскую республику Иран первую в этом году партию мяса баранины. Экспортируемая продукция выработана калмыцким производителям, ранее прошедшим аттестацию и включенным в реестр экспортеров в Исламскую республику Иран. Экспортируемая продукция мяса баранина перевозится автомобильным транспортом. В ходе досмотра нарушение условий хранения либо транспортировки не выявлено. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. На основании результатов проведенного досмотра оформлены соответствующие разрешительные документы, позволяющие экспортировать указанную продукцию. Следственное управление Следственного комитета России по Калмыкии обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске девушки. По данным следствия, 3 февраля 1993 года в жилом доме, расположенном на территории фермы номер 4 совхоза Вознесеновский Целиного района Республики Калмыкия, обнаружено тело женщины с признаками криминальной смерти. А в одном километре от фермы обнаружено тело ее сожителя с огнестрельным ранением. После совершения убийства неустановленным лицом была похищена несовершеннолетняя Магомедова Зульпияд Шиябдиновна, 5 января 1980 года рождения. На момент похищения ей было 13 лет. Данные о местонахождении которой до настоящего времени отсутствуют. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Магомедовой Зульпияд Шиябдиновны, либо обстоятельствах ее исчезновения, сообщить Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия по телефону 8-905-400-55-66 или 8-847-22-3-83-51. Стартовал первый республиканский конкурс, посвященный возрождению исполнения калмыцкой колыбельной песни Саатулын Дун. Участники должны сольно исполнить колыбельную песню на калмыцком языке. Он пройдет в заочном формате с размещением видеозаписей в соцсети ВК. Организатором выступил Центр по развитию калмыцкого языка. Мероприятия проводят для пропаганды устного народного творчества и сохранения национального культурного наследия. В жюри композиторы и артисты калмыкии. Заявку можно подать до 22 сентября. Для участия в конкурсе необходимо исполнить колыбельную песню на калмыцком языке и вложить видеозапись к песне на личной странице в социальной сети ВК до 22 сентября 2023 года с указанием обязательных хэштегов Саатулын Дун, Калмыцкая колыбельная и Центр по развитию калмыцкого языка. Конкурс проводится в целях возрождения культуры, исполнения колыбельной песни как неотъемлемой части детско-родительских отношений, популяризации и пропаганды калмыцкого устного народного творчества и укрепления ценностного отношения к традициям и обычаям калмыцкого народа, формирование нравственных традиционных ценностей среди подрастающего поколения. Задачами конкурса являются популяризация семейных ценностей и решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания детей и молодежи. Действительно очень важный вклад в развитие нашей культуры. Выучить колыбельную песню сравнимо с тем навыком, который вы приобретаете один раз в жизни, он у вас остается на всю жизнь. Вот как научились вы на велосипеде кататься, потом через 20 лет сядете и опять поедете. Точно так же и колыбельную. Выучили его сейчас, исполнили его своему ребенку. Там он вырос, у него родились дети, вы стали Эйджей Авой, и эту же колыбельную вы вспомните и будете так же напевать. Поэтому это такой огромный вклад. В Национальной библиотеке имени Мурсанана был проведен квест среди школьников 8-9 классов ко Дню финансиста. Ученики пяти школ прошли интересные станции об истории технологии финансов и закрепили полученные знания интеллектуальной игры в формате теста. За каждой группой был закреплен волонтер Каламгу, обучающийся на экономическом факультете. Каждый участник получил памятный подарок и позитивные эмоции. Это мероприятие разработано и посвящено в рамках стратегии реализации повышения финансовой грамотности населения Республики Калмыкия-2023. Поэтому сегодня масштабное мероприятие этому посвящено. Провели квест для школьников. Темы у нас были разнообразны. От транспортировки денег, истории денег, налоги, финансы, кредит, финансовое планирование. И многое-многое интересное. Сегодня в течение двух с половиной часов дети в буквальном смысле погрузились в основу финансовой грамотности. К тому, что необходимо знать каждому гражданину нашей страны. Во вторую субботу сентября в Республике отмечается День Калмыцкого национального костюма. Накануне праздника в Торгово-технологическом колледже состоялась встреча первокурсников с сотрудниками отдела литературы по искусству национальной библиотеке имени Амурса Нана. Студенты познакомились с историей, развитией костюма, его символикой и этнографическими особенностями. Специалисты главного книгохранилища рассказали, калмыцкий национальный костюм является уникальным произведением декоративно-прикладного искусства, образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывают многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. В целях профилактики детского транспортного травматизма в начале учебного года Госавтоинспекция и Листы совместно с Управлением образования администрации города провели акцию «Листинская зебра». Воспитанники из детского садика номер 13 и юные инспекторы движения Листинской школы номер 4 вручали листовки обращения о соблюдении правил дорожного движения. За 8 месяцев текущего года в городе Листа зарегистрировано 31 дорожного транспортного происшествия с участием детей до 16 лет, в которых 34 ребенка получили телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года было совершено 19 ДТП, в которых 23 ребенка пострадало. Из 34 пострадавших детей это 17 пешеходов, 12 находились в качестве пассажиров, два велосипедиста, один водитель мототранспорта и два водителя средств медальной мобильности. Госавтоинспекция региона обращается к родителям о необходимости обучения детей правил дорожной безопасности, применении световозвращающих элементов одежды и детских и гудирующих устройств при перевозке в салоне автомобиля. Калмыцкий борец греко-римского стиля Санал Бадмаев вызывал бронзовую медаль на турнире памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Соревнования прошли в Нижегородской области. Всего от Калмыкии выступали 6 борцов 2007-2008 годов рождения. Бадмаев кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе. Является воспитанником Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по борьбе имени Балдашинова. Спортивной борьбой занимается 7 лет под руководством первого и единственного тренера высшей категории Анатолия Лиджиева. По итогу турнира борцы, занявшие вторые и пятые места, автоматически попадают в сборную страны. Бронзовой медалью Бадмаев обеспечил себе место тренироваться с лучшими спортсменами. 16 сентября в 20 часов в Большом зале заседания правительства Калмыкии состоится концерт-беседа пианиста профессора Вадима Пальмова. Он один из ярких представителей Санкт-Петербургской фортепианной школы. Вадим Игоревич не только исполнитель высокого уровня, но и писатель, автор книг и статей. Потомок основателя Первого Калмыцкого музея историка профессора Николая Николаевича Пальмова, имя которого носит Национальный музей Калмыкии. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ТР, на сферой кнопке и вайпеть в зеленой точке Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова